сегодня у нас речь пойдет об изотопа зоне 11 ну как на обложке собственно говоря написано вот почему он ну во первых потому что озон это база это знать надо как говорится то есть возна зон должен быть у любого продюсера который блин вообще в целом хоть как-то музыку полноценно пишет да то есть озон маст хэв многие до сих пор пользуются пятым озоном четвертым озоном седьмым озоном но тут оказывается что-то каким-то скоростным образом обновился аж до 11 вот у меня у самого 9 был ну есть да то есть у меня есть лицензия 9 зона вот она меня полностью устраивает вот но мне стало интересно чего бы такого же крутого там они придумали что аж даже цел две новых версии вышло что можно было придумать в озоне ну и с этим будем разбираться короче чем он отличается от 9 чё за новые фишечки тут есть ну короче посмотрим ну и конечно всех призываю подписываться на наш во первых ютубчик да то есть там где сейчас этот идет стримы где-то будет видео тоже обязательно подписывайтесь emphasis по-русски по-английски водите как хотите и наш тележный канал вот общедоступный тоже emphasis называется тоже доступен и так и так вот он общедоступные бесплатные вот можно в него подписаться там всякие новости выходят статейки анонсы короче вся годнота ну и конечно самый-самая годнота спрятана под этим вступить в клуб вот это наш отдельный мега премиум emphasis чат вот где мы слушаем демки каждый день автопим созвоны проводим по вторникам в продакшеном чаемся ну короче проходим все что нужно блин для того чтобы продюсером стать из личинки продюсера в бабочку продюсера скажем так при превратиться вот такие дела в чем погнали да наверно потихоньку да всем здорово кто подключается короче озон 11 как я еще раз сказал что меня полностью устраивает 9 озон и мне ну я никогда не использовал 11 10 11 поэтому давайте еще посмотрим чего они пишут вот я тут специально загуглил что было добавлено в озон да то есть ну типа что почему почему нужно апгрейдится до зона 10 ну давайте просто ради прикола скажу что например если у меня есть лицензия она мне есть 9 зона самого там навороченного advanced апгрейдится до какого-то стандартного зона который там много функций не имеет стоит 160 евро я херел если честно с этих цен да то есть ну ладно бы там коем полтос там ну не знаю сотка ну максимум а лучше вообще там около бесплатно да потому что ну кого хрена какие-то космические у них ценники на апгрейды поэтому я в основном ну и не апгрейджу свой 9 зоны скорее все буду на нем дальше сидеть потому что я но не вывезу вот это апгрейдится заради каких-то новых функций которые мы сегодня посмотрим окей что было в десятом озоне вообще добавлено по сравнению с девятым так improved master assistant да то есть но вообще в зоне в принципе был была такая штука как master assistant это она помада вот как раз 9 появилась на торрент и бесплатная да я я понимаю прекрасно но как бы у меня например нету ли не лицензионных плагинов но вот такая моя позиция в данный момент то есть не хочу пираски пользоваться тем более мне его подарили вообще 9 озон за победу в конкурсе так что я его еще не покупал мастер assistant был в целом штука прикольная то есть что такое мастер асистом этом автомастеринг то есть вместо того чтобы самому там билдить да там создавать какие-то цепочки там эквалайзеров лимитра все такое то есть нажимаем одну кнопочку выбираем что хотим там но это в девятом так было до модерновый звук там насколько сильно хотим чтобы он нам мастерил ну и там какой-то destination до типа для стриминга для сиди но обычно конечно лучше сиди выбирать вот нажимаем next и получаем автомастеринг в целом даже вот в первом его виде да вот девятом озоне мастера систем работал неплохо то есть реаль реле можно было нажать вот одну кнопку next и получить ну худо-бедно от мастерин и трек то есть он будет какой-то по громкости адекватно относительно да то есть может быть там какие-то глобальные косяки будут убраны нормально эта функция пола давайте посмотрим что они сделали ну десятого у меня нет да то есть но я думаю что в озоне 11 мастер ассистент должен быть с предыдущими приколами новыми еще есть новыми ну кстати во первых конечно интерфейс интерфейс блин отличается озонов по 9 такой как excel какой-то 10 11 он уже с картиночками такими красивыми весь такой какой-то блин круглый не знаю выпуклый но если честно мне нравится больше минимализм 9 то есть вот я на него смотрю визуально мне нравится больше чем 11 и особенно мне не нравится в 11 шрифты почему-то шрифты из более менее четких да там таких тоненьких превратились какие-то мыльные расплывчатые но чё-то как-то мне это не сильно нравится но окей смотрим чё там по мастер ассистент от сейчас он вообще ничего не дает выбрать ладно давайте попробуем посмотреть как он в принципе работает так вот у меня тут заготовочная заготовочный трек сейчас его включу и типа зон его за автомастерить давайте попробуем это сделать так все что-то там мерит так или стабильная версия ok так ну он явно сделал громче теперь появилась какая-то отдельная страничка до типа раньше в озоне но в девятом как было то есть он делает автомастеринг и ну выстраивая там какие-то свои цепочки ну те кто с зоном работал да то есть они знают что зон это вот такой просто набор плагинов то есть цепочку выстроенные типа вот он какие-то настройки там в автомастеринге типа делал за нас сейчас тут прям какая-то целая отдельная отдельный интерфейс где мы можем чё-то какой-то тонал баланс подкручивать посмотрим к подкрутим чё делать можно послушать отдельно по полосам типа больше верха или больше низа но если что это в мастеринге так в целом принято то есть обычно те кто мастер не занимаются они делают ну хорошие чуваки до хорошие мастера вот они делают как бы две версии обычного для заказчика одну такую с поярче да ну типа больше вверх и меньше низа а второй наоборот по плотнее до больше не за меньше верха немножечко вот то есть это для личных предпочтений скажем так нужно да там заказчика потому что кому-то нравится поярче кому-то нравится по жирнее ну и тут это в одну кнопку буквально выведена то есть ну типа вверх делаем больше верха и меньше низа вниз делом наоборот больше внизу меньше верха ну кстати это прикольная штука звучит вроде даже неплохо не они достойны ну лаудность и так понимаю это тупо настройки громкости да то есть как мы сильно лимитером херачим ну короче короче неплохо вот это вот прям еще более конечно упростила всю работу потому что тут или буквально вот нажать одну кнопку и все тут подстроить немножко под себя что такое экстрас динамик match а ну заметно работает окей ну то есть это короче какие-то еще макро контролю controls такие для того чтобы немножечко под себя мастеринг настроить ну вот это крайне одобряю потому что вот раньше еще раз мы вот мастер асистент могли просто выбрать примерно дату с чем нам будет делать и потом сидеть ну вот в этих настройках которые он налепил ковыряться то есть те кто не понимали про мастеринг нихрена они ну толком тут и ничего не смогли бы понять потому что ну как бы четко меня это то есть он тут наставил вот такую эквализацию например на ту сидит и такой окей а как должно быть вот и но если даже не знаешь чем менять это было проблематично вот сейчас это все прям вот так вот для совсем простых людей до кратиска для не будем говорить для дебичей но удобненько короче захотел побольше ширины добавил захотел побольше яркости да кайфово кайфово разные какие-то таргеты есть окей это все на из так причем и так понимаю а вот да то есть если мы перейдем вот с этой вкладочки мастер асистента нормальную цепочку то мы тут увидим чем тут наставил вот то есть раньше было так такая вот эквализация какая-то ну-ка посмотрим а если например так сделать поменяется поменялось да то есть все это просто в макросы такие выведена но кстати хорошая идея на самом деле что такое импакт не знаю что будем разбираться и мы джерки настройки она это все короче мы с изменениями в модулях потыкаем короче ну в общем вроде неплохо вот мастер ассистент прям неплохо работает была еще одна проблема у старого мастер ассистент в том что он короче он буквально 33 модуля всегда использовал то есть он никогда не использовал там какие-нибудь винтаж тейпы и мейджеры low and focus то есть он короче просто херачил вот свои там эквалайзер дай нами как you по моему еще он любил ну типа компрессию или метр на то есть и вот всегда одно и то же делал то есть но он был такой ну супер базовый и толком не особо он годился для какой-то нормально работают вот прям прям солидно если честно ну это вещи конечно многие спорные здесь как он наделал но надел так а чё по громкости раскачал сейчас посмотрим в луксах сколько он громкость нам сделал так громкость у нам сделал минус 7 пойдет в целом плохо что короче сейчас вот здесь при нас ну типа настройки мастер этого ассистента нельзя выбрать да то есть какую-то громкость хочешь типа вот он считает что минус 7 пойдет ну окей может им здесь конечно можно настроить но тут вроде так спиро взгляда ничего ничего нового ладно мастер ассистент неплохо еще раз если проблемы с мастерингом у вас не знаете как делать мастеринг качайте этот озон откуда угодно вообще то есть хоть с пиратских сайтов хоть покупайте нажимайте одну кнопку и все будет хорошо ну по крайней мере точно будет не хуже чем было вот и будет хотя бы громко вот не надо присылать никому треки нет мастера на это лучше хотя бы вот автомастерингом этим андокнопочным сделать умрили так андрю бесплатно раздает advanced или q1 нет advanced естественно бесплатно не раздают раздают эквалайзер ну вообще вот в тележном канале я тут писал целый пост про это про то что теперь на этих инструментс расстает офигенный пакет complete start там да там есть эквалайзер с 11 зона там дилей супер чарджер компрессор короче хорошие штуки кто ну типа не видел идите качайте прямо сейчас прямо маст хэв это но бесплатно вообще абсолютно вот окей чё у нас еще есть кроме мастер ассистент а кстати как как это все как это все сбросить обратно и а где теперь пресеты мука в девятом озоне у нас были пресеты вот здесь а так вот же они тупо гений так все в дефолт скидываем все нормас так смотрим чего они еще там сделали ванна короче в топку от 10 зонс давайте сразу 10 смотреть new balance ее мастер стим фокус что такое стим фокус так это у нас я так понимаю вот эти штуки так давайте посмотрим что такое стим фокус вот этот вот вот эта вот хрень а так это этаж огонь получается из я правильно понял короче озон 11 этот в одиннадцатом добавили только теперь может как бы ваш трек на стем и разделять в реал тайме то есть вот например я выбираю только барабаны да то есть его например модуль эквалайзер теперь у меня работает не поверите только с барабанами то есть например мне надо там с нейра поднять да то есть не трогай остальные звуки херакси это дело но это шикарное что вообще шикардос так вокал да есть еще странно что это нельзя солировать то есть но солируется как-то странно ну ладно бас получается есть огонь огонь ну вот это охеренная фишка потому что раньше например для того чтобы как бы вот так вот разделить на там барабаны да то есть на басы это во первых маст хэв для мастеринга потому что ну типа это позволяет при мастеринге исправлять проблемой сведения то есть ну там вот реле снэрт например слишком громкий был да то есть если его опускать он там сильно смешивался с синтами какими то тут мы можем прям взять и его как бы опустить не или там подняться не затрагивай ничего это охеренно я для этих целей раньше пользоваться битвигом потому что у битвига есть типа всякие там спектральные сплиттеры типа трэнзин сплиттер ну короче хорошая штука теперь видимо это есть и в зоне не это охеренно единственное то есть получается есть барабаны есть бас есть вокал и все остальное ну типа и точнее весь микс а а музыка где почему нету четвертого пункта где например все кроме барабанов баса и вокала по было ну типа с синтами часто приходится отдельно работать а тут этого нету что ли но это это full mix вокал санты не попадают не а вокал только только вокал ну ждем видимо двенадцатую версию где они добавят еще ну типа музыку дату все остальное вот но вообще крутая фишка то есть это для мастеринга маст хэв вот это то на самом деле что действительно нужно было вот современном мире плагином добавлять да то есть вот это все в реал-тайм разделение дату с какие-то там стэм разделей ну короче вот это что это современная срань это круто вот но грубит вегет например тоже все есть в целом кто в битве сидит на на это не особо актуально будет так эта штука хорошая артем здорово да привет так что там у нас еще нового clean masters из clarity модуль что такое clarity модуль давайте посмотрим а вот точно сам первый так ларите модуль но насколько я понимаю это нечто типа всяких галфасов там сузов какой-то степени да то есть или у нейтрона был из-за топов ского тоже продукта примерно такой там как-то он назывался не помню короче но то есть смысл в чем динамическая эквализация которая херачит все ненужные резонансы и поднимает нужные ну и делает и делает это типа в динамике да то есть очень быстро но вот чисто то что там галфа сделают или ну сус он только поднял опускает точнее да то есть или нейтрон например вот штука неплохая по идее должна быть разница вообще есть вот так точно есть а вот дельта можно послушать ну вот типа чего он добавил не могу сказать что прям какой-то мега мастхэвный модуль да то есть но вообще неплохо его иметь то есть целом всякие галфасы точно тогда можно дропать потому что штука неплохая ночью мультибэндовая они опьянила не мультибэндовая это получается чисто просто это диапазон выбираешь ну хотя бы есть мид сайт у а это что такое трензин сусты у вау это у это тоже крутяк вот тоже тоже современные тенденции короче теперь видимо можем каждым модулем на на в эквалайзере это тоже есть тогда на это есть и мы в компрессоре нам тоже есть не в компрессоре нет почему-то как бы разделить звук на трензин ты и на sustain то есть ну на атаку получается и на вот все остальное вот это мега мастхэв опять же для мастеринга того же самого ну кстати для сведения кайфово потому что опять же миллиона таких проблем при мастеринге когда например не знаю там ну не хватает трензин да то есть все нормально вроде как но вот не хватает остроты да там сам барабаном вот и тут мы можем например только с ними работать да только с этими трензин тами не затрагивая остальное но это реле магия это вообще охеренная штука ну sustain тоже может пригодиться но вот что страницами можно работать прямо хим мега хирена то есть ничего не трогая но и так понимаю правда поменьше на на их не сделать можно только побольше видимо может tilt конечно если в другую сторону крутить ну-ка не она это прикольная штука nokia и clarity из честно меня не сильно впечатлил потому что все это мы уже как бы видели но наверное иметь его неплохо сам так чё еще есть нового game precision control а но это вот мы посмотрели да то есть теперь у многих модулей есть вот эта штука что у кого лазера есть это овощи мега хирена вот типа трензин ты барабанов до остались там не знаю надо кику добавить все добавились две секунды это не получилось бы сделать просто эквалайзером то есть это вот только вот такими хитрыми методами вот но это огонь то есть это в целом позволяет пользоваться типа фишками битвега вне битвега потому что в битвеге как это было уже сильно давно вот сейчас это тут появилась окей окей так а порт компресс появился новый какой-то вид компрессии да так понимаю так он тут где дай на микси актеном найти этот аппорт компресс ну вроде как аппорт компресс это обратная компрессия получается да ну то есть мы тупо вытягиваем все что тихая было то есть компрессор он жмет то что громко аборт компрессия наоборот вытягивает то что тихо это чтобы по более плотненько было как как его найти подожди так же какой-то пункт я поймела на clarity это а вот максимайзере а это в максимайзере теперь ну-ка 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 максимайзер кажись вообще неплохо прокачали так добавили кучу режимов это было ладно это было все окей ну-ка вау а жир слышите как бас сразу вытягивая да вот так было вау это тоже охеренная штука на самом деле уже работает прям охеренно если честно других слов нет очень очень круто ну по крайней мере для этого трека да прям я в я в шоке я в шоке насколько это круто так скидки на этих инструмент сделают скидки да у них по моему даже сейчас прям проходит какая-то распродажа вот если чё да не делают скидки и они купили за топ эту компанию тоже вот не знаю вот именно от самих на этих инструментs чет прям на ничего интересного не больше все стандартно вот они бы если бы они начали добавлять вот такие же штуки к себе куда-нибудь хотя куда синты ладно а порт компрессия это реально реально вещь просто просто кайф так чё тут еще было у нас нового так ассистент вокал баланс че подожди я вообще пропустил таксу ну а стреклю на но это все видимо с этим мастер ассистентом короче с ассистентом что-то связано хер пойми ну его нафиг что-то там вроде как вокал как-то должен подтягивать не знаю нигде там видел там пока а ну вот да вот есть пока бэланс а мне не было либо ладно короче наверное ну в теории штука она неплохая да то есть но мы если мы с электронщиной работаем вот то как бы сна все-таки миксить вокал нужно ну нужно миксить его а не мастерить его я если честно вот к вокалу какому то я бы не доверил ассистенту вокал балансировать то есть я бы это все ручками сделать стрим по новому проекту слушай да в принципе я думаю сейчас такие видосики про всякие плагины будут чаще появляться вот чтобы но генерировать контент мне так проще если честно их записывать потому что я не я вообще такой человек я не могу по этим по сценариям сидеть и читать короче ну вот как все ютуберы делают да то есть эти видосы то есть они пишут сценарий там себе вот такой и сидят его зачитывать с одной стороны это конечно типа круто что это убирает всякие там про слова паразиты да то есть максимально сжимает хронометраж как бы делает более удобным для просмотра но мне легче вот если честно вот так вот типа сел запустил и смотришь как как не знаю как будто кореш вам показывает до цвета с другой формат поэтому ну да будет и по другим плагинчиком провер тоже хочу посмотреть сейчас на мне интересно что там так ладно это все фишки которые они вынесли по крайней мере в ну заголовок да типа почему я должен апгрейдится до 11 но если честно за 160 евро ну ничего из этого мне вот прям не надо а порт компрессор меня впечатлило но я уверен что наверно можно найти ее какую-то альтернативу да то есть но окей давайте смотреть по модулям чё вообще нового появилась дайна мига кио ну дайна мига кионы в африке дайна мига кио посравниваем с предыдущими предыдущим озоном да то есть тут тоже было естественно дайна миг и кио выглядит если честно довольно одинаково что тут что там тут у нас тут у нас у девятом ограниченные полосами нет можно больше добавлять они все 66 полос максимум в одиннадцатом раз два три 4 5 6 7 ну тоже 6 ничего не изменилось в этом плане то есть динамический эквалайзер выглядит и работает ну буквально так же как девятым вообще вообще ничего не поменялось ну transient sustain добавился это хорошо но как бы все остальное то же самое дельту добавили вот дельта это хорошо то есть можно всегда послушать но именно выделено да то есть что что именно изменил как бы вот изменила вот эта эквализация что она добавила получается дельта это разница между оригинальным звуком и измененным это хорошее нововведение но как бы не критичная то есть поэтому на динамике q плюс-минус то же самое осталось компрессор динамикс вот такой вот новенький а как выглядел старенький да то же самое вот буквально то же самое не было link bands ну кстати вот это бы неплохо было бы иметь тоже потому что ну компрессор в озоне он это multi band компрессор да то есть он мы можем его там разделить на полосы и делать разные эти они подожди было так вот же link band все так вообще тогда отпадает это они просто эту кнопочку переместили сюда то есть более очевидное какое-то место не она тогда вообще никакой разницы нет то же самое все и причем нету вот этого трэнзиент сустейн разделение ну вообще тупо то же самое никакой разницы не вижу не ну в между девятым к озонов компрессор в девятом озоне и компрессором в одиннадцатом озоне где мне эти книгу как перестать пережимать звук так просто не не жми звук вообще и все то есть компрессор это это короче не для тех у кого и секью даже 300 это 400 надо иметь или четырехзначные к ним цифры то есть но с ним нужно супер аккуратно работать особенно в танцевальной музыке вот особенно с мультибэндом окей мультибэн то же самое эквалайзер на эквалайзер я от него как бы не жду никаких откровений да то есть ничего нового не появилось странно что они до сих пор не догадались почему-то эквалайзер совместить с динамическим эквалайзером типа да ну вот как там нас в этом в про кью каком-нибудь то есть на хрена тебе 21 про кью динамика 2 про кью обычные то есть это все тупо в одном эквалайзере захотел динамическую полосу включил вот на те работает почему вот до сих пор в одиннадцатом озоне это не догадались сделать и почему это разные модули я вообще не понимаю честно почему не прикрутить сюда просто фишку сделать динамическую полосу и все она будет динамической вот остальном ничего нового кажись все те же самые да все те же самые типа полос да там был все то же самое осталось буквально ну добавился да вот этот вот с трензиан сустейн это хорошо аналог и digital тут тоже самое да все как было буквально единственное что хорошее вот вижу с первого взгляда это амаун штука мега полезная на самом деле то есть потому что ну часто с эквализацией получается борщ то есть ее слишком много например то есть поэтому вместо того чтобы например ну вот если бы у меня в девятом до была в озоне то есть я бы сделал такую эквализацию мне бы хотелось послушать как поменьше она работает то есть мне приходилось брать и вот так их ну просто вот так вот их скукоживает а вот например в том же pro q эквалайзере там сто лет уже есть вполне вот себе вот это маунт сто процентов то есть ну он gain scale тут называется смысл тот же самый тип уберем и делаем меньше больше жалко что ее нельзя инвертировать как в некоторых еще эквалайзер то что например чтобы наоборот было бы там где вниз идет там бы вверх пошло вот окей тут что есть то есть вот а в озоне теперь в одиннадцатом то тоже появилась тоже нельзя инвертировать но хотя бы есть это маунт это прям приятно на введение но с честно ну такое окей что есть но как бы не не убедил меня показан его покупать да то есть вот за вот эту штуку абсолютно так ну таро эквалайзеры думаю тоже самое эксайтер эксайтер не менялся мне кажется уже может быть пятого озона с шестого типа они добавили немножко больше всяких алгоритмов да то есть ну что не знаешь такой эксайтер эксайтер это типа эмуляция аналоговых искажений ну сатуратор короче простой вот но тут есть разные алгоритмы то есть можно пленочки добавить как будто бы вердешь такое вердит можно там транзистор это всякие хорошо прикольно звучит обычно ничего нового никакого нового режима не вижу то есть какой-то он был в девятом озоне да то есть такой вроде и остался все те же самые режимы тоже сам оверсэмплинг так и остался ну это мы уже обсудили дельта тоже хорошо что есть короче ничего нового эксайтер абсолютно точно такой же link bands были добыли вообще никак не поменяю все то же самое ладно смотрим дальше и и мейджер и мейджер штука маст хэв на я постоянно использую мейджер то есть те кто смотрят там мои видосики мейджер просто всегда так с первого взгляда сильно много не поменялось появилась какой-то вот рекавер сайт ну-ка чуть такое интересно так но с первого взгляда не могу понять что это значит что это делает хрень так если мы вот так вот ее расширим не она работает получается только когда мы сужаем звук то есть вот если мы сужаем звук дату сделаем его ну там трек менее широким в моно например ты ну то мы можем вроде как типа погромче сделать его короче я не понял нахера это надо если честно ну ладно может быть потом пойму пока пока загадка для меня я пробовал озон мне не очень зашел на доме и пользоваться автоматика делает по итогу звук томатч ну да ты правильно сказал что нужно уметь им пользоваться но и прикола зона его главная фишка в том что это все в одном там не надо плагинов кучу ставить да там разных то есть вот один и все и ну очень крутого качества то есть вот все вот это это ну типа эквалайзера зоновские конкурируют про кью там блин про кью стоит практически как весь озон да то есть ну короче он очень крутой просто по звучанию по возможностям всегда был поэтому и мы и мы пользуются в целом короче ничего нового в мэджи не заметил стерео райс нового не добавили хотелось бы но ну как вот на слух послушаем это вот так например 11 расширил а если 9 как немножко по-другому ну то есть если разница есть только это минимальная так что короче то же самое ничего особо но она вот вот да это спасибо вот амаунт возможность трензинт прилепить за дельту вот это как бы quality of life как говорится штуки то есть этого давно нужно было сделать штуки мега годные но вот именно сам модуль никак не поменялся то есть что было то осталось так импакт вот это вообще мне неизвестный модуль не знаю ничего про него что он делает это трензин шейпер что ли да кажется что это он чем мультибенд трензин шейпер ну вот это конечно охеренная штука то есть мультибенд трензин шейпер это для мастеринга просто просто пушка опять же хайхеты тухлые в треке вам хайхеты годные все или там наоборот они слишком валят вам все они помягче единственно что настроек вообще ни хрена нет то есть есть вот энвелоп что-то там какой-то но очень мало настроек вот но направление правильно то есть они они явно понимают что вообще нужно для мастеринга да то есть но если если что если кто-то все-таки против озона категорически да то есть у мелды у фирмы мелда есть тоже свой мультибенд трензин шейпер который охрененный у него очень много настроек здесь настроек ну почти нету а подожди еще такое авто не ничего нету короче просто типа больше меньше да то есть но не толком не релиза потому что энвелоп я не очень не понимаю честно для чего нужен на тип типа как бы это вот релиз но не очень много настроек как минимум хотелось бы побольше для мастеринга да ну опять же маунт есть это круто вот не импакт вот этот модуль это прям ну мое почтение за него и компании изотоп прямо охеренная штука трензин шейпер всегда нужен мастеринг и поэтому это круто что он есть но игру пока не пока не готов я а для него например то там тоже озон апгрейдить так через еще low and focus а вот штука которая появилась и в девятом озоне тоже она тут была с первого взгляда особо ничем не отличается low and focus чуть такое ну типа вроде как это призвано но это этот модуль призван для того чтобы немножечко прокачать низ да то есть ну чисто вот под сабик да то есть вот он тут даже ограничитель стоит 250 герц об кик вот это все у меня он никогда если честно не находил применение да вроде урили работает вода кик жирнее стал заметно расхерачивался на всю катушку вот но вроде как прикольно но вот мне он что-то ника не заходил если честно не знаю почему в девятом из то же самое сделать например звучит точно так же хотя будто в один стом по помощнее как будто бы типа если разница есть то какая-то небольшая так что лайн фокус принципе остался такой же трензин то есть да все все огонь ничего необычного ну то есть все такое же как было мастер ребаланс ну теперь его до вынесли сюда как отдельные отдельную фишку вот то есть он был тоже в 11 девятом озоне точнее да то есть ну мы могли типа сделать немножко громче например там или потише только басы но то есть он как бы делал вот это вот real time разделения да то есть но теперь в одиннадцатом конечно это прям в какую-то мега крутую фишку по перелилась потому что теперь мы можем всю цепочку обработки только применять на конкретно то что нам надо да там на эти на трамсы там или на басы это прямо херена вот на мастер ребаланс окей есть есть я как бы не то чтобы его фанат пользовался периодически то есть особенно для таких немножко заруиненных треков то есть допустим где барабаны были очень тухлые какие-то тихие да можно было там подтянуть ну в целом нормальная тема но они вообще никак это не развили то есть ничего тут нового от какой он был этот мастер ребаланс в девятом озоне такой он и остался буквально вообще вообще ничего не поменялось окей мальчик you но тут вообще на тяжело сложно что-то придумать нового кто не знает мальчик you что такое то идея просто гениальная своей тупизной если честно ну окей ладно она имеет смысл ну короче в чем смысл берем один трек да там снимаем его чиха а потом применяем это чиха на свой трек а получается ну типа условно у нас есть референс которая хрененно звучит и мы его чиха как бы к своему треку применять применяем чтобы ну там баланс подстроить да то есть в теории это как бы звучит круто на практике то общение работа вообще не работать никогда тупо никогда потому что это не ну не это невозможно это чтобы работала то есть не а чиха она не показывают реальный звук то есть это ну просто блин картинка то есть не может быть просто мы перенесли баланс частот с одного трека на другой и все сразу заходить ну стало звучать это единственное в какой ситуации возможно когда например есть вот буквально один и тот же набор инструментов то есть допустим там группа да какая-то типа роковая то есть у них один тот же гитарист одно и то же гитара дня тоже барабан установка один тот же вокалист и например они делают альбом да там 10 треков и хотят чтобы звучание было более как бы однородное получается да то есть внутрь треки разные песни разные но вот немножко можно получается как бы их вот так усреднить вот в электронной музыке это нахер не надо это отвратительная вообще штука никогда в жизни не делайте мачекю ну в тупую по крайней мере он может быть в теории что-нибудь может помочь но но это это электронная музыка просто слишком разнообразная и слишком много других вещей кроме тупо частот которые влияют на звук поэтому это точно не будет работать но ничего нового тут не память ну не добавили как вижу то же самое все осталось capture apply все то же самое никаких нововведений кроме дельты зачем мне на трэнзиент и блин это применять я не знаю в топку мачекю максимайзер самый важный наверное модуль модуль который блин ну не знаю один из самых крутых этих лимитров максимайзер который вообще в целом есть но мы уже посмотрели что во первых нем добавили аппорт компрессию и это это крутая хрень хочу сказать добавили софт клип вот этот топ ну-ка сейчас посмотрим по картинке реле клип лепует или нет так вот у нас этот анализатор так вообще не вижу что клипует ну странно софт клип типа софт клип это что должно быть тема что он работает до лимитера то есть по идее я хочу хотел увидеть да то есть вот если бы это клипинг какой-то пресс происходил то есть я бы хотел увидеть вот что-то наподобие чтобы эти трензиенты да там уходили вот вот у себя вот что такое ждал увидеть и слышать но он что-то этого не делает вообще непонятно не знаю вроде громче становится но вот конкретно как софт клип для меня это вообще не звучит и надо видимо мануал читать чтобы понять что конкретно делает а божи и place high fidelity loudness boost by mixing in soft clip processing ну короче видимо он все-таки стоит перед лимитером это старая фишка мастеринга тоже то есть когда то чтобы лимитеру было попроще работать да то есть мы типа срезали до лимитера да там вот эти лишние трензиенты и они не попадали в лимитеры лимит ну и лимитеру просто становилось работать проще и тупо громче получалось в итоге то есть видимо теперь это есть ну как бы в коробке но не не очень очевидно как это работает надо короче тестить ну трензиент emphasis была эта штука давно это работает только когда но у нас жесткие лимитирования вот начинает трензит сжираться да то есть ну типа это вроде как должно их больше подчеркивать возвращает обратно но никогда мне не нравилось если честно как это работает ну и тут наверное такое себе это было стерео independence все это было и в старом максимайзере то есть ну как бы напомню просто те кто не знает что такой стерео independence это возможность как бы разделить лимитер да то есть на отдельные ну там левый правый канал да во первых но еще и делать это отдельно для трензиент вы сустина то есть например ну то есть в чем прикол отделять лимитер то есть как бы разделять его на 2 потому что если лимитер просто ну обрабатывает левый правый канал вместе он работает ну одинаково для них абсолютно да то есть если например как бы он разделяется на 2 то есть свой тип а лимитер для левого и свой тип а лимитер для правого он работает немножечко по-разному и вроде как это должно выдавать чуть чуть более стерео широкую картинку ну потому что работает там double трек да то существере расширения то есть если в левом правом канале немножко разные но обработка да то есть там не знаю чего угодно это дает более широкие широкий эффект широко стерео вот но это было все в принципе тут трензиент состоит еще также все это было ничего нового новых режимов тоже не появилась потому что все это было все эти rc4 и до этого все эти classic трензиент все это было но только типа сейчас вот они как-то все это в одну кучу вот так вот скинули ничего не имея против короче ничего нет рупик остался output level остался все это раньше то силинг правда называлась все это короче каким было таким и осталось если не просто поменяли немножко интерфейс ну вот apport compression это прям супер крутая фишка это вот прям любой мастеринг инженер вам спасибо за это огромное скажет с кто-то электронной музыкой танцевальной работает естественно хотя и на вот все остальное то же самое хотелось бы на на немножко побольше чтобы прокачали максимайзер новые режимы какие-то более крутые окей через то есть неплохо все равно один из лучших вообще лимитеров лучших максимайзеров каким плагином озоном зона может смотреть лусы ну или без бесплатный юлин лаун из метр тоже можешь погуглить то есть неплохая штука в озоне тоже то есть окей чё еще есть спектр шейпер чуть такое по моему это у нас было тоже в девятом озоне никогда этим не пользовался в душе не знаю чуть такое но вроде как это некий аналог суза тоже да вот херакс там и типа он давит нам лишние какие-то резонансы пацаны у кого денег на суз нету или там пиратскими хочется пользоваться вот есть в озоне да то есть можно по моему суз вообще плагин супер переоцененный на мой взгляд и вообще в целом вот этот концепт типа авто подавления резонансов это вообще трэш то есть потому что резонансах же сок весь вот я убил звук это вообще говно теперь только чуточку совсем если например это лучше даже на отдельных инструментах короче ну спектра шейпер это местный суз мне никак не нравился он поэтому но окей не пользовался им но так на вид ничего не поменяли маун ну окей сделали более очевидно вместо какого-то трэш-холда сделали а маунт это правильно наверное так релиз все это есть он все это есть ну короче да ничего не поменяли light heavy на то же самое очень суз если что есть не только в сузе а есть и в в озоне тоже например вот но спектра шейпер хорошие в некоторых ситуациях для некоторых супер отстойных треков но скорее всего нормальный чувак который делает мастеринг и понимая что там надо вот его вот так вот сузить скорее всего попросит пересвести кое-что то есть это будет лучше звучать чем вот ну сидеть вот это ковырять но может быть каких ситуациях это и применимо я сейчас на почтение к не применял стабилайзер какой-то первый раз вижу чуть такое что такое стабилайзер что такое мать его стабилайзер какой-то авто выравнитель я так вот я так понимаю типа он как-то выравнивает под какой-то условный пресет да там а чиха наш трек ну не знаю зачем это надо ну может быть целом да то есть наверное наверное это хорошая штука потому что можно все-таки каких-то грубых ошибок да там избегаете типа вот например и знаю по своим трекам что у меня это не мой кстати трек это у меня серединки не хватает да то есть вот можно как бы ее автоматом добавить вот я согласен что он нам добавляет еще и окат он может делать кстати звучит неплохо на самом деле такой авто выравниватель а чиха да получается то есть ну азон 9 элемент да конечно там можно лукса смотреть вот просто его кнопочку тыка и меняя на интегрейт это все будет там показываться тебе в луксах этих вот короче стабилайзер тема неплохая но спорная то есть все таки ну как бы попытка на мастеринге сделать сведения потому что вот это по сути мы сведения добавляем то есть там не было середины вот там ее типа довольно значимо дохерачиваем попытка на мастеринг сделать сведение неправильно мастеринг это не про сведение мастеринг это прошлифовку трека да то есть финальные детали небольшие то есть там не должно быть прям глобального изменения звучания но видимо добавили потому что каким битмейкеры свой там хип-хопчик не знаю как мастерить да то есть и просто чтобы на кнопочку крутили и у них более ровный трек был пойдет как бы наверное вот такой пока для меня не особо я вижу его полезность хотя быстро быстро можно добавить прикольно так чуще с винт очком но это вообще на никак не поменяли эти в упор не понимаю почему не до сих пор тянут все эти какие-то винтажные свои эмуляции кому они нужны в озоне кто этим пользуются то есть на хрена мне винтажный компрессор то какой-то там я даже не знаю какой конкретно он эмулирует но типа он что-то ему какую-то шестеренку нарисовали глупую вообще то есть не знаю винт очкам при вообще вся серия вот vintage в озоне она под большим вопросом но вот этот эквалайзер целом он ничего такой да то есть но он просто ничего не делает такого чего не делает ну прямо простой эквалайзер а то есть это не ну или там любая бесплатная эмуляция там того же пульта какого-нибудь то есть короче прям не must have без понятия для чего это надо видимо все-таки для того чтобы какие-нибудь рокеры да там которая винта что какой там сформации вот у нас в бинтаж они это все юзали винтаж лимитер можно вообще в топку отправлять ничего нового не добавили насколько я вижу то есть добавили просто вот эту вот глупую какую-то типа ручку до картинку ручки которые абсолютно всрато выглядит вместо вот стильной вот такой такого переключалки дату с какой-то минималистичной какая-то всоротей шая ручка ну окей как бы озон ладно ладно не нравится если честно ничего вот из этого классе пойдет все остальное в топку вот еще раз для тех кто не понял винт вот это вся серия винтаж это они отличаются от обычных там эквалайзеров компрессор между типа эмуляции каких-то железок то есть это вообще тема популярная в продакшене да то есть брать каким старые там железные компрессоры эквалайзеры настоящий который там 10 тысяч евро стоили например и переделывать их типов цифры потом правда это очень хорошо продается просто потому что ну с точки зрения маркетинга типа вот ты показываешь красивую картинку до какого-нибудь там не знаю но сейчас ключу да то есть допустим вот у от например да там элэй твей то есть вот охеренная картинка сейчас сейчас он включится вот типа вот как железка настоянулили выглядит как железка даже название стоит теле троникса это реально как бы фирма которая сделала эту железку элэй твей очень дорогой компрессор ручки такие все с тенями там с отражениями продается это все очень круто потому что ну блин это выглядит красиво все таки тоже продюсер теперь да то есть это не не ручку там крутить в эквалайзере да там или в компрессоре вот этом который ничего не показывает вот с другой стороны реально никакого прям никакой необходимости вот в эмуляциях железа вообще нет это все железо его звук безбожно устарели они для современной музыки слабо годятся я ну честно откровенно скажу это я вообще не понимаю в упор любителей подрочить на железки то есть они они да могут могут иногда неплохо сработать и они тоже хороши иногда потому что они простые ну типа две ручки но это не современный звук вообще не может быть там то что сделано 50 лет назад заходить для музыки которая вот сейчас это ну только вот щепоточку можно вот какого-то такого железного звука все остальное цифра цифра рулит вообще абсолютно безоговорочно сейчас на железо железо срань мял привет дать это же вот короче все это в топку может быть винтаж тейп только вот тоже не понимаю наличие винтаж тейпа вот этого модуля потому что есть модуль эксайтер у которого есть модуль тейп и можно буквально то же самое делать да то есть что ты делаешь винтаж тейпом но тут какие-то немножко побольше настроек есть но засирать тейпом ну свой свой трек можно только если ты пишешь какие-то биты или low-fi house какой-то но драм-н-бэйси там в электронной музыке такой чистый дак относительно курс которым продакшеном это категорически нельзя делать вот теперь хорошо sound good про а ну да умел да естественно тоже есть вот анализатор бесплатный которым я пользуюсь лусы показывать вот ну и получается и все это все модули ну по сути интересных новых модулей импакт до новый прикольный трензин шейпер мультибэндовый стабилайзер так на троечку я бы сказал клэрити тоже хрен пойми ну такой на двоечку нам то есть ну может быть да пригодится но в целом то есть в итоге получается из крутых фишек которые реально прям крутые в одиннадцатом озоне по своим с девятым 9 озон вышел давайте посмотрим зон 9 релиз дает когда вышел четыре года назад вышел озон девятый за четыре года они смогли добавить наконец-то real-time разделение на стем и пока почему-то только бит бас и вокал и нету музыки это супер тупо это не доделано вообще максимально не нравится но хотя бы это есть с барабанами можно работать с баса можно работать не упростили интерфейс и вообще сделали очень-очень неплохой ну такую стартовую точку для мастеринга для тех кто нихрена не понимает мастеринги то есть этот мастер ассистент сейчас ну реле прям хорошая удобная штука то есть ну интуитивная во многом да то есть все понятно чок ну мало но в то же самое время достаточно ручек красиво короче мне нравится то есть вот если как бы с мастерингом не ладится да вообще дела пока не хочется его там изучать можно просто вот включить этот мастер ассистент и сделать нормально не неплохо вот это точно шаг вперед по сравнению с мастер ассистентом из 9 зона то есть который был ну такое деревянное говнецо вот чё еще получается а ну конечно вот эти все дельта то есть охеренная штука для того чтобы можно было слышать что добавляет твой эффект да то есть ну типа выделено получается вот что конкретно мы добавляем дельта то разница между обработанным и необработанным звуком хорошая штука возможность на трензин ты применять то есть отдельно к трензин там с отдельно с трензин добра вот отдельно работать с сустейном охеренно это очень полезно а маунт тоже очень полезно вот эти вот quality of life такие более-менее штуки дать это круто ну и аппорт компрессия то есть получается ну реально вот прям таких каких-то к вещей которые заинтересовали меня ну мастер систем мне не нужен вот эта штука мне нужна вполне но хотелось бы ну во первых музыку иметь во вторых я могу в битвике делать это типа я могу свои плагины применять в эту цепочку ты как бы ограничен все-таки вот этими только набором да то есть я хочу например барабаны выделенные барабаны в треке в чужом только немножечко ревера добавить я не могу потому что нету ревера по зоне да то есть вот тут в модулях нету например в битвике с всякими трэнзин сплиттерами я могу это но этого нет ну то есть так как бы хорошо что добавили но тут есть еще куда расти с этими с этой штукой да вот чё еще ну да трэнзин сустейн обсудили тема неплохая ну и аппорт компрессия действительно реально единственная вещь которая прям очень понравилась это вот аппорт компрессия то есть это прям никогда есть честно не интересовался сильно аппорт компрессорами всякими разными но теперь как говорится никогда не голосовал но теперь начну посмотрю что звучит есть на рынке аппорт компрессоров таких разно потому что штука мега то есть это прям я бы задолбался этот баланс исправлять а тут я его за одну ручку делаю жирный бас как это офигенно работает окей так чё еще тут есть интересного можно потыкать пресеты пресеты они пресеты кто пользуется пресетами для мастеринга никто не пользуется о значочек на этих инструментов приделали да то что не знает компанию изотоп теперь купила компания на этих инструмент точнее они слились воедино в экстазе вместе еще с плагин alliance по компании короче они теперь все воедино но в целом насрать так это все было с ой с референсами так ничего не сделали в топе зоне можно референс загружать но это всегда было максимально убого то есть допустим я я не могу перетащить референс из аранжировки вот не могу вот тащу не он не тащится если я загружу этот референс например да там любой допустим настраивать и вообще анализировать его ну ну невозможно ну ну окей давайте посмотрим что там эквалайзер нам показывает то есть когда сейчас так хочу ничего не играется анда мне почему а ну вот не нихера он короче как был вот так вот наложением двух хрен пойми каких-то практически неразделимых между собой картинок так и остался то есть ну для сравнения да то есть вот как работает человеческий нормальный анализатор референса то есть вот допустим метрика и by которые самые топовые анализатор референсов перетягиваем из аранжировки из любого места points нажимаем sing у нас играет трек там же где блин у нас в аранжировки стоит да то есть надо вот эти вот какие-то глупые точки ставить как вот по зоне в референсе да типа откуда мы хотим референс уж картинки спектра четко разделены то есть видно где какой то есть вот для сравнения еще раз картинки спектра в озоне вот ну туда окей можно как-то их просмотреть но почему бы не выделить одну гораздо более ярко да там например ну это трэш если они очень близко и вообще непонятно нихрена то есть ну короче ничего с референсом не сделали отвратительная срань как и было то есть с референсами нужно конечно работать вот через такие плагины типа метрика вот по зоне он так есть и ладно кодек кодек был то есть кодек это возможность например сразу послушать артефакты того же mp3 например да то есть но он был в девятом он сто лет уже в озоне есть тут вообще ничего не поменено вот короче короче я бы сказал что 11 озон ну супер слабо отличается от девятого как он отличается от десятого я вообще не знаю если честно знаю много железной обработки серым вольтаж смотри я я говорю что типа железо переоценено серым вольтаж другие чуваки это старперы которые делают музыку 100 лет и во первых мы не знаем до конца их workflow да то есть то что у них есть эти рэкет не значит у них прямо используют постоянно то есть с железом работать неудобно она грязная она может в небольших количествах прям подчеркнуть по-крутому да то есть бывают такие ситуации но это все можно сделать цифре абсолютно да то есть ну я я про это больше говорю ну так конечно да если у тебя есть бабосы то можешь купить железок и пользоваться именно просто охереешь насколько это неудобно но серьезно я тоже на железе сидел сейчас цифра наша все короче лэйзи довольно лэйзи апдейт который продают за 160 евро вот мне еще раз как обладателю лицензии 9 зона самого полного самого полного который стоил там но и не помню 500 баксов что и что же стоишь стоил вот предлагает вот вот эти штуки за 160 евро получить но она мне на хрен не надо как бы то есть я я вообще для себя ничего не вижу тут полезного плюс мне довольно сильно меньше нравится интерфейс его то есть все эти округлости не знаю почти в геоморфизм какой-то переходящий то есть я вот что-то как-то вот к минимализму вот вы сэйблтоном даже он смотрится как-то в гармонично да то есть этот озон типа тут минимализм тут минимализм вот этот нож с битвигом конечно будет смотреться по прикольней ну такое то есть реально фишек сна ну вообще нету никаких которых не был ну и не было бы у других да то есть ну окей может быть надо другие давки использовать типа например если кто-то сидит там в и ботани или там в кубейсе там вариков как бы нет а то есть ну эксклюзивно на те кто например может битвик включить там вообще ничего этого не надо вот типа вот этих штук ну не продал мне зон своими апдейтами но это странно было если честно то есть они они выпустили 11 апдейт буквально чуть ли там не через месяцы после десятого то есть я помню как это было то есть они такие новость выпустил озон 11 я такой блин я 10 еще даже не смотрел он тут уже 11 выпускает вот ну так это тянет на максимум на 10.1 апдейт вот а на самом деле 10 тени тянет на 91 то есть ну для прикола просто вот покажу например как давайте посмотрим вот был озон 5 до изотопа зон зон 5 вот так вот он выглядел вот такая вот штука кстати многие до сих пор им пользуются у него есть кстати штуки которые так и не вернули в новых озонах которые крутые это например мульти band gate охеренная вещь то есть вот такой вот ну супер устаревший до интерфейс потом шестое зон они вот по моему сразу стали делать ну вот этот интерфейс новый и за топ и из-за топа зон 6 они по-моему перешли на этот новый интерфейс добавили вот эту модульную структуру да то есть на цепочечную то есть как было кстати ну выглядел он тоже вполне в порядке такой вполне себе годные не знаю в стиле каких-то скинов от винам по мне почему-то он напоминает но это был скачок да то есть вот типа от вот такого к вот такому то есть там было много другого то есть большая разница была между плагинами то есть модули новые появились то есть например тут не было не дай нами как you которую мега полезная штука да то есть переставлять их местами толком нельзя было потому что можно но все равно это было с рата 7 зон там хер знает что там появилась то есть он по моему только интерфейс нам поменялся ну и дальше поехала то есть целом вот все сейчас зоны это вот наследники 6 зона то есть вот 6 зон он сейчас вот нет не то чтобы сильно далеко ушел 11 зона 6 это было чуть ли не там два раза сколько шесть поколений да там почти прошло пять поколений плагину короче такое у меня двояко ощущение оставил апдейт этот я его себе покупать не буду ни в коем случае то есть пока нереально чего-нибудь такое прям прорывное не замутят вот в стиле вот этого там real-time разделение какого-то более крутого дату сейчас ну сейчас делают такие штуки нейросетки да то есть например там вокал сейчас можно спокойно выделить просто идеально из треком даже засранного ну типа вот это бы хотелось тогда может быть больше а и всяких приколов то чтобы нажала на кнопочку тебе бы эквалайзер как-то ну действительно круто бы сделал то есть ну сам и это было бы прикольно то есть основываясь на каких-то реальных там стилях музыки например вот то есть если бы это появилось туда в основном это то же самое как бы миссии те же самые модули там интерфейс перерисовали вот тебе новый плагин так не работает короче так proximity ну наверно да вот я говорю про вот эти модули которые тут этого нету да там по только вот лори and focus это все из не нейтрона то есть вот эти все clarity этот стабилайзер это все штуки из нейтрона не троне четвертом это все было они это как бы видимо нейтрон собираются либо дропнуть вообще как они сделали со всякими трешами и там с еще чем-то с айрис вот эти поставить это все ну окей да как бы на из но ничего такого принципа естественного нет сузы парашиза и лока ну согласен и лок вообще в топку вот так что такие дела надеюсь чем полезно сегодня узнали разборчика зона сделали посмотрели сделали выводы для себя как говорится вот ну а так всем спасибо что смотрели хорошего вам продакшена хорошего вечера и следующего дня всем удачи всем респект увидимся пока пока